всем привет на моем 43 стриме и сегодня мы все-таки продолжим проходить покемонов надо же делать перерыв против фута блин после тохи у меня уже после тохи вообще мозг что-то не работает в общем это уже одиннадцатая часть по покемонам тор привет и да так сейчас включу там с громкостью чуть потише ну в общем насчет громкости говорите было немножко прокачки за это время пока не было стрима номерного и нужно немножко сказать что я прокачал сейчас это покажу ну в общем я несколько видов покемонов прокачал за их эволюционных эволюционных форм не помню про то что я показывал что нет в общем я сделал через а да вроде это не показывал в общем через обмен получил мачампа хитман чана этого кубона прокачал до маравака манки до праймапа поймал чэнси это и конца до арбака опять же обменом генгара так что у нас а пиджит наконец-то пиджит вот пиджота пиджит эволюционировал далее так это все было тороса поймал в голема эволюционировал опять путем обмена забыл предыдущую форму как зовут поймал более сильного дитто двадцать пятого уровня пригодится кангас хана поймал еле-еле поймал кангас хана также скайтер опять же еле-еле вообще поймал тяжело было этот мяут перса эволюционировал волторф электрода поймал фироу не стал качать спироу потому что ну чё-то лень честно было увижу фироу почему не поймать этот в голбот эволюционировал зубат и наконец-то пара с парасекта вот такие дела а также винонад виномота это хорси в сидру через арт 50 уровня на по-моему это так и было на самом деле лапрос тридцать девятый уровень до много новых команд выучил вот у меня а также у меня есть три или есть додо катнули в общем где-то надо всех качать и так же у меня есть дратине но я его поймал еще тогда вроде на стриме предыдущем и прокачала двадцать девятого уровня специально двадцать девятого уровня потому что на 30 уровне происходит эволюция и сейчас объясню почему я в отличие от других его не стал эволюционировать вне наберного стрима попозже объясню также у меня георадус 50 уровня вот это я вчера себе мозг просто вынес но прокачал до 50 уровня георадусы ну в общем тут местами прокачали чедака поймал потому что у меня теперь лапрос умеет плавать но в плане меня возить по воде так и сейчас мы все хлебок оставляем потому что там вроде бы есть стадион непройденный один значит это надо исправить так берем значит георадуса с собой я не знаю какого типа там покемона принципе да мне уже все равно потому что тут такие уровни а лакозама дратине через арта хотя вдруг не все равно вдруг там какие-то имба я не знаю лапроса но это просто ты самых имбовых берусь сейчас правда дратине не имбовый он довольно слабый все равно даже несмотря на уровень свой но вот я думаю когда он сейчас прокачается будет круче так ну и этого генгара берем в принципе все типы у нас есть практически все сильные а теперь почему я не стал дратине прокачивать в драгонейра смотрим покедекс я кстати 86 уже поймана смотрим дратине где-то сам внизу должен быть его дратине 147 номер а 148 номера вообще нету то есть типа еще неизвестно никто не видел что дратине в кого-то эволюционирует ну вот и сейчас мы он эволюционирует и я не знаю что будет но он должен эволюционировать вроде бы в этом поколении насколько я понял но посмотрим в общем и поэтому я наверно выберу сейчас дратине на первый план правда есть шанс что он сольется в битве мы посмотрим так и нам нужно с лидером да а не стоп я тут лидера вроде победила же да я лидера тут победил а с невидимыми стенами да 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 это было но тогда ладно тогда ладно тогда идем далее путь 18 здесь у нас три тренера с ними я уже дрался пока качался так сюда я не помню заходил или нет у меня есть реки тунг а у тебя есть голдок обмен но у меня нет голдок она будет запомнили сюда приходим за реки тунгом потому что я не знаю у меня нет информации о том что реки тунга можно поймать а голдок это эволюционная форма пси дака о сам велосипед включился а пусть велосипедная дорога так и куда нас ведет эта велосипедная дорога посмотрим путь 17 путь 16 и в целодон интересно сейчас я посмотрю по карте у нас что-то отводится итак путь 17 ничего такого что нам нужно путь 16 тоже ничего такого что нам нужно а тогда нам смысла туда по идее идти нету но вдруг там что-то скрытое есть интересно тут почему-то меня как будто ветром сносит если я отпускаю кнопку вот он хоп-хоп вниз почему непонятно так вот сейчас будем драти не прокачивать кофинг давай драти не софте там осталось о еще много до уровня но посмотрим итак давай удар промахивается вот так говорит драти не может истываться в огне в дракона где в дракона по-моему тратят всегда 40 да вот и сейчас она совьется ну посмотрим торнадо так повержен визинг ну да наверно придется сменить потому что я не хочу чтобы валялся с драти не лапси луч ваншот но лакозам сильный и лакозам 32 уровня нет планур добьем туда лакозам я думаю он должен ваншотить так кто следующий опять кофинг это один из тех тренеров которые любят одного только покемона в смысле один вид покемонов и лоббитов целую кучу непонятно зачем ну вот в итоге вместо драти не прокачивал лакозам потому что драти не слабый сейчас есть тогда в принципе мысль а сейчас не могу ладно ну ладно где-то все лучше все последний был вроде вот это драти не дам вещь под названием под названием сейчас опыта приемник а он теперь будет получать опыт всегда даже когда не дерется ну в смысле когда будет другим персонажем покемоном объявление не бросайте икру бросайте болы в смысле как катается да нормально правда тянет вниз почему-то так драти не ну не ладно драти не будет отдыхать но и при этом будет получать опыт ну вот я прямо демонстрирую георадоса 50 уровня естественно новые атаки есть и очень даже сильные вот гидронасос танец дождя укус и пляс дракона гидронасос это ну водная пушка очень мощная пока что я не видел чтобы она кого-то не ваншотнуло и пляс дракона увеличивает защиту и атаку одновременно танец дождя увеличивает на несколько ходов все водные атаки но я думаю его можно просто укусить ааа надо было ну ладно отравлен ну ладно еще укус мак не мак пускай выходит а у меня противоядие есть? ой не не бой подожди а у меня лекарство должно быть да так ну вот гидронасос вот так вот так далее путь номер 17 вверх саладон сити вниз фукси сити ну нам нет нам саладон не надо но я хочу просто посмотреть что это за дорожка тут памятка тренера кнопка B активирует тормилл с велосипеда ааа точно точно прикол каждый покемон уникален даже покемоны одного вида могут развиваться по разному ну да я в курсе ну что это за не теряйте свои вещи ну спасибо за предупреждение у него только один маг нет таратини пока что не будет сражаться пусть ну лапроса покажу какие там атаки появились ааа так танец дождя появилась ну плавание это мы поставили чтобы вот можно было плавать по озерам там ну ледяной луч это вот в принципе сильно ооо на него это не очень эффективно и он мне запретил использовать прикольный ну плавание амак такой нормальный но видимо это против него вообще просто не эффективно хотя он урона мне вообще не нанес вот дратини 30 уровня и так и что же дальше дратини эволюционирует хотя как мы видели это последняя запись в покедексе номера 148 нету и вот драгон эйр ну и чего просто банально открылась запись и все ну ок драгон эйр драконий покемон считается что драгон эйры живут в морях и озерах у него нет крыльев но очевидцы говорят что он умеет летать ну ладно эволюционировал и эволюционировал тогда я думал что то прям прикольное будет а там просто запись открылась и все а так пока драгон эйр новых не выучил надо уровня выше ну давай удар да промахивается гнев дракона ну да гнев дракона это мне не нравится атака потому что она будет всегда тратить одинаково даже на сотом уровне торнадо вот неэффективно ну вот остался драгон эйр а лаказам вселучь я лаказам 33 уровень берет разум какая-то новая атака что за разум психическая атака очистить разум повышает спец атаку и спец защиту даже не знаю мне кажется лучше не изучать ну потому что не хочу расслабление это убирать потому что ну прикольно же восстанавливает половину здоровья так что предвидение тоже нормально нанести врагу удар из прошлого наносит удар два хода спустя создать преграду не мне кажется я не буду это изучать да не изучать да так драгон эйры надо поднимать у меня есть это это где-то эта штука как она называлась то тоник нет эликсир вот эликсир так понятно да страдаешь от яда давай ой да не какая сумка ну-ка предвидение ни разу не использовал так все лучше а предвидение бесполезно потому что я уже убил его визин годовая пускай давай-ка расслабление о классно вообще а вот удар из прошлого пришел неплохо неплохо так с тобой я не дрался вроде еще да так вот что ты делаешь что ты делаешь о байкер рауль другой какой-то манки мне кажется он больно будет бить ну-ка давай удар ой естественно бросок он потратит 29 так уходит драгон эйр выходит георадор итак давай каукус праймер ну давай какого уровня 29 оооо да неэффективно но он замирает от страха гидронасос готов вот и все вот и все представляю кто это кто такой какая разница да не очень писай мочок ну хотя бы разнообразные покемоны пошли давай через арт давно не выходил ну че за подсчеты с крылом да так так кого там мачампа ооо неплохо а давай все равно крылом и ваншот все все так что тут дальше табличка а путь же сна а ну понятно так ну тут куча байкеров ну сразимся надо убрать его с первой позиции мачо Пл Ok так что у тебя есть я уже забыл кулак теней О, неплохо. Мочоп. Давай мочоп. Давай кулак теней. Силен, силен. Давай тень. Драгонер тут 31 уровень получает. Когда же Драгонер новой атаки выучит уже? Так. Ставим на первое место через арт, и надо его еще прокачать. Ну так, попутно. Заодно будет прокачиваться Драгонер. Ну вообще, как бы я сейчас не прокачиваюсь, я просто иду в места, где я еще не был. Ну как бы, попутишься, со всеми сражаемся, конечно же. А да, может и прокачка, это на прокачке стрима, а тут как бы просто битва. Попутная. О, не ваншотнул. Прикольно. Ну-ка, давай тогда мега пинок. Кофинг. Давай кофинга. Ну-ка, че, опять не ваншотнешь? А, это вот и ваншотнешь. И через арт 51 уровня. Ну давай-ка выброс огня. Ну это ваншот должен быть. Да, однозначно. Следующий. Хидео. Ну так, ну тебе огонь по-любому. Следующий. Следующий. Какие ж покемоны у этого байкера. Прям вот. О, надо же, манки. А я думал, визинги опять с кофингами. Ну ладно, удар крылом. Что, они ваншотнешь, что ли? Да, ваншотнешь. Мочоп. Давай мочоп. Да, 29 уровень, это вообще ни о чем. Почти в два раза уровень меньше. Осталось два. А это опять будет либо мочоп, да, либо, понятно. Либо манки. Либо и то, и другое. Следующий. Манки опять. У них общество любителей манки и мочопов. А, и еще этих. Кофингов с визингами. Но они там... Они, видимо, ниже ранка. У них одежда другая. Мочоп. Мочоп. А ну-ка, а потрошение тебе сколько нанесет урона? Тоже ваншот. Тоже ваншот. Уже дойдем. Нужно поставить этот велосипед на горячую клавишу. Так, где он, спеки, центр тут? Вроде тут где-то сверху. Ага. Все, давай, лечитесь все. Так, а куда нам идти дальше? Вот это вопрос. Не, хотя... Я видел там, куда можно пойти. И я думаю, раз мы не идем сражаться с лидером, надо взять и слабых покемонов тоже. Чтобы бы они прокачивались потихоньку. Так, двигать. Оставим через арда. Отдыхать. И... Так. Нам вот тут прокачивать еще кучу всех. Сейчас я посмотрю покедексика, что... Например, Додо. У нас Додо 26 уровня. Чтобы он эволюционировал, ему нужно прокачаться до 31 уровня. То есть еще 5 уровней. Голден 14 уровня. Вот. И надо прокачиваться долго, по-моему. Да, до 33. Вообще, Пседака надо взять, потому что нам же там его надо поменять. Голдака на этого. Голдака надо поменять на Ликитунга. Так что, Пседака берем однозначно. Генгара оставляем. Так, а Оникс у нас... Оникс. Ищем Оникса. Где он? Вот он, Оникс. А! А Оникс в этом поколении, по-моему, не эволюционирует. Так что, в принципе, его... Я думал, он эволюционирует. Значит, его можно переместить в ячейку 2, где у нас уже максимальная форма. Вот. А Райнхорн... Эволюционирует... В Райдена на... Аж 42-ом уровне. Да, но это ладно тогда. Нидорина... А, нет, стоп. Зачем? Нидорина я могу эволюционировать камнем. В принципе, вообще... А Экзигуд? А он тоже камнем. Вообще, я думаю, у меня и так достаточно сильных покемонов. Чего жалеть вот этих там, типа вот... Многие говорили, Нидорина не надо прокачивать в Нидокинга, пока я там какой-то овер там 2000-ый уровень наберу ему. Да какая разница? У меня еще мало слабых... Ой, сильных покемонов, что ли? Возьму Нидорина. Просто я же таки Декс хочу открыть. Ну, хотя бы... Сколько-то, сколько смогу. Нидорина беру и... Экзигуды беру. Вот. Выхожу. Так, сумка. Камень, травы. Использовать. Экзигуд. Экзигуд эволюционирует. Ну, и теперь Экзигуд стал экзегутором. Ничего с него там рев. Так, потом прочитаю Покедекс. Сейчас. Мне нужно эволюционировать этого. А какой ему камень-то нужен, стоп? Лунный. А, у меня нету. Значит, надо пойти купить. Ладно, тогда Покедекс откроем. Только что у нас эволюционировал Экзигудер. Он где-то в конце вроде должен быть. Так, вот он, Экзигудер. Кокосовый Покемон. Его называют ходячей кокосовой пальмой. У каждого ореха есть собственное лицо. Вот такой вот он. Ну, он психический и травяной одновременно. Но мне он не нужен особо. По крайней мере сейчас. Так что я выберу двигать судак. Уже к совершившему эволюцию. Так, а Тентакул у нас с просто прокачкой, да, по-моему, эволюционировать. Да, 30 уровень нужен. Так, вот Иви. Эви. Ну, не знаю. Вроде Иви правильно читать, а не Эви. Ну что, я думаю, надо Эви тоже всех эволюционировать в три разные формы. Так что я пока оставляю пседака. Чтоб место было. Оставляю Алла Казама. Но все равно мы сейчас сражаться, в принципе, не будем. Так. Вот. И беру Эви. Беру Эви. И беру Эви. Зачем? У меня уже все Эви есть. Больше Эви не будет. Всего три формы эволюционные есть. Так что, как бы... Не нужно. Так, берем камень грома, кажется, да? Да. И используем на Эви. И Эви эволюционирует в... Насколько я помню, Желтеона. Сейчас, сейчас убедимся в этом. Да. Желтый он тут написан. Так. Камень огня. И другой Эви. Эволюционирует. В... Кого? Флорион, да? По-моему. И... Да. Флорион. И камень воды. На Эви. Эви. И у нас... Последний Эви эволюционирует... В... В Апарион, окажется. Да. В Апарион. Смотрим Покедекс. Вообще, посмотрим сейчас, что у нас еще не открыто. Ну, Бальбазавр, понятно. Все его формы мы не можем достать никак. Потому что я выбрал Чермандеру в самом начале. То же самое касается Сквиртла. У Паратона? Не, нет такого. Хотя... А, не. Вот. Тут уже все открыто. Пикачу в Райче. Но пока что мне прям сказали, что не надо. Ну, ладно. Я прокачаю Пикачу еще. Потом эволюционирую его. Сеншу. Я так понял, только в Лив Грине можно поймать. Ой. Пикатон. Вот. Ни до Ринов, ни до Кинга. Я сейчас пойду в Лунный Камень. Куплю и эволюционирую. Вульпикс. Не знаю, где достать Вульпикса. И его эволюционная форма на Нентелл, соответственно. Джиглепуф. Опять же, не знаю, где его можно поймать. Или взять его в Иглитах эволюционную форму. Вот. Псидака мне надо в Голбок эволюционировать. И обменять потом на Ликитунга. Поливага надо качать в Поливирла. Здесь я не помню, кто. Белспраута. Только в Лив Грине можно поймать. Это его две эволюционные формы. Тентакула качать. Панита. Без понятия, где берется. Рэпидаж это эволюционная форма. Слоу Пока только в Лив Грине. Слоу Бро это его эволюционная форма. Магнемайта можно поймать потом. Я видел вроде на карте. Где-то можно поймать. На электростанции, что ли, до которой я еще не дошел. Не знаю, как туда попасть. Додо, в Додрио качаться. Вот это я не знаю, что тут. Граймера можно поймать. А, кстати, Граймера можно поймать. Только там вероятность 1%. Может быть, это будет потом больше вероятность. Я пока что жду такого момента. Но маг это его форма. Шелдера можно прокачать тоже. Так, здесь я не знаю, кто. А здесь опять же не знаю, кто. Кофинга поймать там тоже вероятность очень низкая. Вот, можно в одном из озер поймать. Там 1%, по-моему. Визинковая форма. Райнхорна качать. Так, Танжелу не знаю, где поймать. Голдин качать. Старию не знаю, где поймать. Мистер Майма не знаю, где поймать. Здесь вообще не знаю, кто должен быть. И вот они. Ваприон. Водяной покемон. Его клеточная структура подобна структуре воды. Находясь в воде, Ваприон может становиться невидимым. Желтеон. Кромовой покемон. Когда он встревожен или напуган, его шерсть превращается в иглы, которыми Желтеон стреляет у врагов. Флорион. Пламенный покемон. В его теле есть огненная сумка. Терратура, выдыхаемого флорионом пламени, 3100 градусов по Фаренгейту. Здесь я не знаю, кто должен быть. А Монайт это вообще древний покемон. Я без понятия. Его что, можно тут поймать что ли? Странно. Он по идее вымерший там. Ну, короче, не знаю. Тут я тоже не знаю, кто должен быть. Тут тоже не знаю. Ну вот, в общем, такие дела. Ну там легендарные еще всякие. Ну, понятно. И, кстати, мы даже в нужном городе находимся. Вот это повезло. Нам нужно ли в второвый центр зайти? А на каком этаже я не помню. Пойдем наугад на третий. Так, что у нас тут продается? Супер Нинтендо. Понятно. Не тот этаж. Купить. Ага. Опа. А лунный камень-то не тут. Лол. Лунный камень. Я не могу тут купить. Так, у меня все камни есть. Из этих. Огонь. На всякий случай один огненный еще куплю. Хотя даже не один. Пусть всех у меня будет по три. Все равно денег у меня вон 275 тысяч. Так, вода. Трава. А где же мне лунный-то достать? Где я тогда его достал? Я не знаю. Поке-чучело. Не знаю, где лунный-то это достать. Ну, значит, Нидорино отдыхает пока что. Так, что дальше делать? Ну, у меня там остался вниз путь, который я не ходил еще. И, соответственно, на карте это выглядит следующим образом. Вот. Из Фуксии вниз. Путь 19. Путь 20. И там ледяные острова. А потом остров Цинбар и особняк покемона. И мы, по идее, вернемся в Паллит Таун. Ну, еще я не был на электростанции. И не знаю, как туда попасть. Странно. Может, я все-таки могу как-то туда попасть? Ну-ка, давай-ка, этот... А, у меня с собой птица? Нет, у меня не с собой птица. Тогда придется пешочком пройтись. Ну, тут недалеко. Ничего страшного. Через Сафрон-Сити. На север. Путь 5. Вот, Церрулин. И где-то здесь у нас... Должен быть проход на электростанцию. Или нет? Так, смотрим карту. А, нет, это в тупик. Значит, туда надо было направо идти. Сейчас, секунду. Так, возвращаемся. Потому что на электростанции... Я, как минимум... Могу поймать... Магни-майта. Ой, у меня мяу от не с собой. Ну, этот... Как его там уже? Пес. Ладно, всех этих аппаратонов-то надо оставить. Так, двигатель. Может быть, я потом их прокачаю. Ну, не знаю. Вроде бы там уже говорили желтон. Очень, очень такой... Неплохой. Так. Тогда Нидорина тоже идет лесом. Потому что... У меня нет лунного камня для него. Так, а кто идет с нами? Если я случайно попаду на электростанцию... Там будут электрические покемоны. Мне необходим через арт. Да и все. И достаточно. Он один всех там... Заовнит. Так что берем... Опять же пседака. Для прокачки. Ну, и пикачу можно. Ну, и чтобы место было... Не было пустое. Возьмем еще поливага. Хотя он девятого уровня. Он будет тупо сливаться всегда. Просто я могу, в принципе, опять же... У Драгонейра забрать вещь... Опытоприемник. И отдать, например, Пикачу. Прокачаем Пикачу до 50-го уровня. И потом... В рай еще превратим. Так. И первым у нас идет в битву всегда... Поливаг. Просто буду его всегда убирать. Ну, мы сейчас, в принципе, не знаем. Может быть, и битв-то не будет особо. Так, где у нас там? Пикачу, как много в этом слове до сердца японского свелось. Как много в нем это звалось. Бонзайч, привет. Ну, да, есть такое. Но, в этой игре это всего лишь обычный покемон. Ну, немножко редкий так. Да, что... Я опять забыл. Я этого перца не взял. Только ради него шел, и его не взял. А, так. Кого убрать тогда? Туда плеваку, беру. Так, где наш перс? Вот он. На велике доедем. По-быренькому. Не, вообще, я, когда... Ну, вот я, как бы, когда у нас по телевизору, там, в каком-то тысячном, по-моему, году, покажали покемонов, там, по УРТ вроде. Я тогда смотрел, и... После этого, когда перестали показывать, я думал, как-то... Ну, утихли как-то покемоны. Ну, все, бум, прошел. Для меня было такое удивление, что там, даже в 2013, там, еще вышла игра. Просто жесть, я был в шоке. И что еще, и аниме выходит до сих пор. Это просто... Жесть. Так, где... Опа, я с тобой не дрался? Странно. Играть японскую игру на русском языке ужасно. Как можно оскоренять сокровенно этим варварским языком? Не, ну, слышь, варварский язык, ничего себе это сказал. Ди-3 джо... Как? Ди-3 джо... Как правильно прочитать? Не знаю. Привет. 16 сезонов? Ну, печалька. Ха-ха-ха. Так, 10 баллов землетрясения. Что же произойдет? Это сильная атака. О, да нормально. Да ладно, я вот этого не знал, то, что без учета типа дамажит. Я вообще не знал, я думал чисто, ну, русская и русская, и все. Не, ну, просто тут я еще с учетом брал того, что ну, как бы даже английская версия даже все равно не оригинал, правильно? Это тоже переведенное с японского. И так, что как бы если какие-то игры там американские какие-то там на Соньке еще где-то можно типа играешь в английскую версию типа вот в оригинал играешь там все фразы истинные как бы, да? То тут как бы все равно так и так перевод. Ну, а чисто в японскую играть ну, смысла нету для меня. Так, а что на него эффективно может быть? Ну-ка, Пикачу, пусть выйдет. А, не, какое электричество против камня, ни о чем. Да, ладно. Как вышел, так и ушел. Ну, георадост-то по-любому завовнет, но просто я не хотел этих сильных использовать. Японский переведешь, серьезно? Так, ну, давай, опять гидронасос. Ну, давай, опять гидронасос. Симба, но очень мало. Всего 5 использований. И странно, почему этот третьим со мной дерется? Неужели я тупо пропустил этот путь? Так, а с тобой дрался? Как так вышло-то? Стоп, это у нас что? Какой путь еще раз? Путь 10? И что же у нас в пути 10 есть? Стоп, сейчас. Так, краби можно поймать. Да, мне надо краби поймать по-любому. Правда, вероятность поймать краби 20%. Ну, тоже не ноль. В принципе, да. Так, ну ладно, тогда сейчас попробуем поймать краби. Нужно хорошую удочку. Тут она, вроде, переведена как новая. Новый крючок. Отметить. Так, ну-ка, давай сразу краби. Не, хорси. Шестого уровня? Лоу. Так, ну давай еще. Так, ну давай еще. Опять хорси. Сейчас уже драгонейр уровень получит. Может быть, атаку новую выучит? Хорошо бы. А то, вроде, такой сильный покемон, а атаки пока не очень. Одни хорси тут плавают. Пятый уровень, то он новорожденный практически. Но опыта, конечно, дает вообще ничего. Так, кто? Опять. Ну, сейчас еще немножко половлю. Если ничего никак не будет попадаться, то забью пока что. Так, драгонейр все, я всех хорси истребил. Печальца. Попробую пойти в другое место. Тут, ниже куда-нибудь. О, Пикачу 25 уровня. Ой. А, тут забор. Стоп, а как на электростанцию то попасть? Атлас. Я прям стою, где электростанция. А как на нее попасть-то? Так, а ты что скажешь? Непонятно, как попасть в электростанцию. Я ее даже просто не вижу. Вижу пакет-центр обычный. Ну, в котором ничего особенного нет. А может, здесь народ знает? Самородки абсолютно бесполезные, но стоят 5000 рублей. Типы покемонов очень разнообразные. Каждый тип сильнее некоторых... Ну, ладно, это стандартно, понятно. Так, а ты что? О, Эш, я тебя искал. Это я, один из ассистентов профессора Оука. Если в твоем покедексе есть 20 полных сетей, я дам тебе подарок от профессора. Он просил передать тебе стоп-камень. Итак, Эш, позволь спросить тебя, у тебя есть 20 видов покемонов? Да, давно уже. У тебя есть целых 91 вид. Держи. Стоп-камень. Эволюция покемонов помогает заполнять покедекс, но иногда не хочется, чтобы покемон эволюционировал. В этом случае дай покемону этот камень. Профессор Оук сказал, что это предотвратит эволюцию. Ну, мне вроде не надо. но электростанции нету все равно. Я без понятия. Так, тут что написано? Годный тоннель. Сейчас еще раз карту гляну. не, ну, это не то. Нету только профессор я без понятия. Ну, тоннель понятна. Ладно, так. А, я опять не взял с собой летающего покемона. Ну, в смысле, короче, понятно. Возвращаемся. только сейчас пару раз удочку еще заброшу. О, маджикар. целых 10 очков опыта дали. Даркэнджел, привет. Стрим 20 час. и, собственно, закончится он где-то через час. Ладно, не хочет крабик нам идти. все, последний раз кидаю удочку. Ну, в смысле, последний раз, я имею в виду, когда поймается что-то. Ну, ладно. Значит, не судьба пока что поймать крабя. Да, и никакой электростанции тут нету. Все вранье. А, эволюционировал из Дратини. На 30-ом уровне. Кстати, я же могу теперь камень. Эфир нашел. Я, вроде, камни могу разрубать. А, на мне нечем. Нету покемона с собой. Так, включаю обратный велосипед. Хотя, какой велосипед? Что я буду ездить по 100 раз? Придется птицу с собой возить. так, двигать. Что тут? Что нам оставить? Пикачу придется оставить. Или Черезарда. Оставлю Черезарда. У нас, вроде, пока хотя, не, вот опасно оставлять Черезарда. А вдруг где-то внезапно Гарри опять попадется со своим своим бластоидом там жесть. Лучше я пока оставлю Черезарда. Да. Уберу Пикачу, но опытоприемник надо тогда обседаку дать. И, вместо него, соответственно, я беру Пиджет. Так, не, зря я отключился. Так, двигать вещи. И даем это Псидаку. И на первом месте у нас будет, ну, пусть Драгонер предстоит на. Нищи нас, Пиджет. Вот единственное место, где я не был, это, точнее, ну, сейчас, это вот электростанция, которую я не могу найти. И вот, в 19-й путь остается идти. в 19-й путь. Ну, вот и пошли. Сохранимся. Итак, что у нас тут? прежде чем идти плавать, надо размяться. давай. Я не против. тентакул, тентакул, 30-го уровня. Давай-ка, удар. Неплохо. Так, не отравил, уже радует. Торнадо. Кто следующий? Шелдер. Опять же, удар. Так, это неэффективно вообще. А написано суперэффективно, странно. Кнев дракона. О! Пседак 25-го уровня. Так, еще раз, Пседаку какой нужен уровень? Я уже забыл. 33-й ему нужен. И еще, кого я тут могу поймать? А, я здесь опять же краби могу поймать. С вероятностью 20%. Вот, ну, не будем о грустном. Давай-ка, удар. И еще удар. И еще удар. добивай. Потихоньку прокачивается Пседак. Курсин. Давай-ка. Тут выбора нету за атак практически. Удар. Я вот жду, когда Драгонер получит какую-то ульту. или хотя бы какую-то такую заурядную атаку, но более сильную. Старью. Где бы мне Старью поймать? Здесь не водится. Давай, огняв Дракона. Неплохо так. Это что, больно? Не особо. Туда. А, здесь тупик. А, не, какой тупик. У меня же есть. Стоп. О, у меня нету. О, бывает, бывает. Так, опять двигаем. Ладно, придется через арта все-таки оставить. вместо него взять лапроз. Заодно вылечено. все-все-все, пошли-пошли. Значит, там путь весь водный. Я понял. Но нам будет всегда попадаться только тантакул в воде давай, Хорси, какого уровня? 30 уровня Хорси? не слабый Хорси удар ну половина вот, а кто же не слабенько так торнадо то использовал так, следующий Хорси, опять 30 уровня? да, точно такой же ну-ка, огнев дракона побольше брать интересно торнадо его добьет да да травматично так, ну-ка ты что скажешь не скажешь голден что-то мне кажется торнадо эффективно против водных ну да, в принципе нормально ну давай все равно удар примерно одинаково тратить ну и удар завершающий а-а-а-а промахивается завершающий давай, завершай да ты чё? щас сольется еще дракон эйр так, придется лечить а-а-а-а суперзелье да, суперзелье так о-о-о-о-о-о какая сумка? ты ударишь или нет? Только не себя. Голдин лучше, чем Хорси. Ну, наконец-то. Пседак вырос в 26 уровне. Да, ну-ка, заменю покемона. Ну-ка, давай-ка, Пседак выходи. Когти. Печалька. Давай-ка запрет этой атаки. Вот что-то промахиваешься. Получи Аврора. Это сильная атака. Ну, что-то неэффективно. Запрет. Да. Ладно, смятение. Ого. Сметение норм. Еще два смятения. Есть. Добил. Ну, вот сюда заработал все 600 опыта. Молодец. Молодец. Сикинг? Пусть Киорадос выйдет по приколу. Ну, давай-ка... Это гидронасос. Опа. Это первый, кого не ваншотнул гидронасос. Ну, все из-за того, что модный тип. Конечно. Вкус. Тонул? Так. Вас тут много довольно. Да ты будешь драться-то. Ну, давай-ка торнадо. Ого. Нормально. Ну и удар. Так. Тентакул. Ну, давай-ка тоже торнадо. Вроде бы хорошая атака против вот покемонов. Но... Тентакул... Крепче, чем кажется. Гнев дракона. И гнев дракона почти добивает Тентакула. Остается какой-нибудь там удар. И Тентакул готов. Так. Еще один Тентакул. Так. Сразу тогда гнев дракона. Ультразвуком запутывает Драгонейра. Но... Попытка удара... Промахивается. Но хотя бы не в себя. Опа. Удушение. Давай еще раз удар. Себя бьет. И еще пенный луч. У Драгонейра 10 здоровья. Давай-ка удар все-таки пробуй. Сделаешь удар победишь. Да. Удар. И готов Тентакул. Еще и Голден, да. Придется сменить покемона. Пусть Лапрас выходит. Ну давай ледяной луч. Удар. ну давай так да а все равно тут нету слабых атак так что давай опять ведь на луч и так всегда 27 уровня так ты че скажешь итак у него поливак 30 уровня так ну драгонеры придется сразу убрать ну лапрос на подмоге и давай-ка мне кажется плавание не будет эффективным но хочу попробовать плавание ага делает плавание бесполезной атакой благодаря способности увлажнения понятно опа лапрос спит ну ничего пусть спит несколько ходов пропустит но я думаю вы стоит так дождь это хорошо вот высыпается и ледяной луч сразу ну почти добил да твои водные атаки даже с дождем неэффективны потому что лапрос это тоже вода и ледяной луч добивает все получают опыта но мало поливирал ну-ка давай-ка ледяной луч больше половины значит еще один ледяной луч и будет готово вот только он сейчас опять тебя будет бить а нет это сон это сон ну давай спи просыпайся все равно здоровья много а тратят что-то вообще ни о чем даже четыре удара потратили там что-то десять что же все еще спит ну это не с дождя использует а сам бьет кулаками это так логично все еще спит лапрос оплеухи промахивается дождь продолжается и ледяной луч все еще спит лапрос оплеухи наносит тратят они по три где-то по три хп дождик ледяной луч просыпается использует ледяной луч и добивает и лапрос сорокового уровня так что у вас тут еще есть а вы кто интересный мне кажется будет битва два на два да лея я учу младшего братика он недавно стал тренером да 2 на 2 голден и сикен дракон эрэп седак ну не диоратас и и лапрос вот это вот лучше А то выбрали там себе по 30 уровню, конечно Цеп Зацеп Так, ну-ка, давай-ка Пляж дракона Для начала, а ты Ледяной луч в голден Ну-ка Отлично Да это вообще ни о чем Внутри разве что Так, ну теперь давай-ка Гидронасос На Сиркинга Так, а ты можешь Сумрак вообще поставить Нефигенно, но я бы не сказал Чисто по типу, да, но На урон это нанес неплохо И что этот сумрак дал Вроде попадает все равно Ну давай гидронасос Опять на Сиркинга А ты Ледяной луч на голден Добивает Добивает Правда валит на луч И добивает Так мой брат Ничему не научится Ну ищи Послабже тренеров Или диких покемонов О, за сколько их Ну ладно Аксли Ну имя Так, Драгонера Надо либо лечить Либо чего Давай вылечим А то он уже хочет Тридцать третий уровень получить Гринти, привет Мо, модно Это кто? И на счет Быстрее проходит А много ли он там делает Или он чисто только От лидера к лидеру стадиона Я например пытаюсь Собрать как можно больше Покемонов И прокачиваю Так что В принципе Мне все равно Кто там Как проходит По большому счету Так Ну-ка давай-ка Удар Главный стример Поков Это Что за статус такой? Так Гнев дракона О, бьет себя Печалька Дбей ты его уже Не очень О, только не добей Ладно, ладно Драгонер уходит Выходит Герадос И гидронасос Ну и давай Укусом Добивай Пседак 28 уровня А че Драгонер Не взял урей Странно Ну давай По такой же схеме Гидронасос Так И укус Так Тентакрул Мы будем Кусать Ой Да это Тентакруэль Так Мы Тентакруэль Еще не видели Почитаем Что это Кто это Так Обычно Он держит Чупальца Свернутыми Но На охоте Вытягивает Их Чтобы Хватать И обезвиживать Добычу На 30 Муре Он Эволюционирует Из Сентакула Ну давай Тогда Кусай Все равно Он не очень Еще Кусай Так Ты что Себя Что Ты будешь Кусать Да Ну Ого А себя То Он не Слабо Кусает Сильнее Чем Тут Икру Или Тут Да Что Ты Делаешь Прекрати И Заменить Я его Не могу Пока Он Захватен Ну а Радос Ну я бы Не сказал Даже После всего Этого Он Выстрел Старь Старь Какого уровня Старь 27 Ну Ладно Заменю Лапрос Выйдет Ну Давай В принципе Ледяной Луч Что Больше Остается Ох Ты же Чуть Не Хватило Жалко Не Я не буду Использовать Одинный Луч Пусть Вседак Выходит О Ой Да Это Вообще Один Потратила Когти А Половина ХП Восстановит Лол Так Ну Тогда Давай А Виск Что Делает По Моему Оставляет Защиту Сильно Да Да Защита Существенно Снизилась Ну Посмотрим Сколько Теперь Когти Потратят Ну Ка Отлично Да Ладно Я В принципе Сейчас Не на прокачку Играю Сейчас На Номерном Стриме Я На По сюжету Иду Ну Как бы Если Это можно Назвать Сюжетом Ну Короче По Игре Ну Давай Ка Опять Виск У 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 Даже Если Он Не Дрался Так Я Не Видел Сработал Или Нет Виск Ну Давай Когти Нет Очевидно Не Сработал Давай Еще Раз Виск Сейчас Точно Сработал Сработало Да Значит Просто Нет Ну Сейчас Видно Что Сработало Потратил Значительно Больше Когтями И Давай Добивай Когтями Вот Так Пойти Что Либо В Поки Центр Подлечиться Стакается Это Че А Типа Увеличивается Еще Меньше Стало Ну Хорошо Значит Два Раза Уменьшил Опа Тентакул Напал Давай Торнадо Ну Че Это Вообще Не Очень А Ну Он 25 В Уровне Зато Драгонейр Уровень Взял Да 33 Уровень Давай Новую Атаку Нет Когда же Новая Атака У него Будет Так А вы Че Тут Болдин 30 Уровня Порешаем Давай Удар Вообще Для Драгонейра Конечно Хочется Каких-то Особенных Атак А не Удар Там Простой Или Торнадо Так Ну Ладно Пусть Пока Драгонейр Подерется Ну Гнев Дракона Есть Но Это Дно Гнев Дракона Никогда Не Сваншот На Уровне Там Выше 20 Наверное Потому Что Он Вроде Тратит Ровно 40 Всегда Да Хватит Уже Себя Бить Да Ну Что Это Не Очень Обычно Пару Раз И Все Тут Что Опа Деканер Слился Норм Ну Ладно Выпускаем Георадоса Ну Давай Укусом Так Неплохо Накританул Но Укус Добьет И Пседаг 29 Уровня Так И Надо Наверное Тогда Поднять Драгонейра Не Хочу Опять Идти В этот Пакет Центр Так Где У нас Эликсир Стоп 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 Вот Обычно По умолчанию Выделяют Ну Ладно Че У тебя Опять Тоже Самое Покемоны Стария Не Стария Это Интересно Может Паралично Ложить Работало Только Ему Я Удар Еще Удар О Нормально Ну И Завершающий Удар Так А сколько У нее Там По-моему Трое Было Покемонов Да Еще Стария Да Еще Два Ладно Пока Не буду Менять Посмотрим Гнев Дракона Давай Больше Половина Должна Потратить Да Камуфляж Что это за Атака Такая Камуфляж Нам пока Такой Не попадалось Ни у кого Дождь Еще Одна Стария Тебе Не скучно С ними Ну В огнев Дракона Вроде Эффективно И Удар Потом Добивает Так Пена Лучшего Те Тратят Вообще Мало Не В этот раз Нормально Потратил Ну Давай Ударом Уже Добивай И Все Так Ну И Последняя Пловчиха И Ся Выиграю Подаришь Мне Этого Покемона Нет В Ребен Случай Не Выиграешь Ого Пять Покемонов Надо Бет Тогда Меняю Когда Выходит Диорадос Ну Это Ни О чем Отливки Так А вот Гидронасос А Понятно Гидронасос Тоже Ни О чем Укус Опа Ваншот Ладно Будем Тогда Георадос Пока Всех Класть Не 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 За Ваншот Но Вода Ему Ничего Не Должна Делать А Это Всего Лишь Огонь А Слабден Это Вообще Не В тем У меня Даже Огненных С собой Нет Все Кинг Будем Кусать Кусать Пока Не Наестся Георадос Рыбками Кулки Ну я думал Там что-то прикольное Будет А у нее Одни Держатся Опять Укус О Чуть Чуть Не 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 За Ваншот Вот Упанина Бей Себя Добей Жи Нормально О Вот Правильно Вседак 30 уровня Вседаку По-моему Один уровень Только Остался Так Ну опять же Укус Так Он себя Бьет И очень Неплохо Бьет Себя Ну Пробуй Дальше Ударить Не Себя Вот Правильно Даже Ваншот Так Что тут Дальше Так Я Пожалуй Шестой Уровень Да Проще Ударю Ну Опыта Наде Не Получу Время Теряю Это Не Стрим Прокачка Так Так 20 Путь Что У нас На 20 Пути Может Быть Интересного Ничего Ничего Ну опять же Можно Нарыбачить Эти Краби Но 20% Так Давай Дисун Барри О Шелдер 31 Ну Вот Что-то Уже Пошло Интересное А Ну А Пиджит Как Птица Против Водных А Никак Я Не Помню Эффективно Нет Давай Мощное Крыло Нет Не Эффективно Но Это Была Стальная Атака Так Танец Перев Так Ну Сейчас Пару Раз Себя Еще А Нет Но Зато Он Наклонился Понятно Себя Так Себя Почему Нет Пробую Все Так Танец Перев Мне Интересно Сколько Она Потратит А Это Не Тратит Это Атака Существенно Снизилась Да А то Наверное Добил Этими Сосуйками Нет Ну Неприятно Было Давай Полет Вот О Каком Замешательстве Так Ты Полет То Сделаешь Вот И Сколько Потратит Неплохо Ой Сейчас Добьет Пит Добил Перс Выходи Тоже Давно Не выходил Нокдаун Клойстер Что Есть Клойстер А Вот Он Клойстер Это Из Шелдера Эволюционирует На А Это Водный Камень Нужен Кстати Вот Кого Надо Эволюционировать Описание В случае Нападения Он Расстреливает Врага Быстрыми Залпами Шипов Никто Никогда Не видел Того Что У него Внутри Разрубания Посмотрим Что У него Внутри Ничего Себе Он Неразрубаемый Нокдаун Вот Это Лучше Давай Нокдаун Еще Раз Добил Так Ну давай Второй Ты что Не умеешь Плавать Самостоятельно Ну Походу Да Так Нет Драгонер В полумертвом Состоянии Драться Не будет Конечно А вот Георадос Заменит Густой Густой Дым Да Не Я думаю Не поможет Укус Вот Ваншот В синебар А где Чего Синебар Подожди Синебар Так Курсия Вермиллион Сапрон Целадон Целадон Лавендер Цирулин Пьютер Веридиан Палет Синебара Нет Не знаю Что за Синебар А Нет Не могу Я до тут Не дошел Еще Не Не дошел До туда Еще Как раз Туда Направляюсь По сути Но там Еще По пути Какие-то Острова Будут Давай Кусай Так Сидра О Сидра Это Неплохо Ну Ка Гидронасос На тебя Подействует Подействовало Корсия А тебя Укусим Ммм Вкусный Корсия Так Что у нас Тут Еще Есть Еще Кто-то Хочу уже До острова До этих Добраться В принципе До острова До Перуси На этом Стрим Будет Заканчиваться Только Я Еще Революционирую Если Там Есть Так И Центр То Революционирую Этого Шелдера Так Вудомет Но Это Не Очень Гидронасос Вот Это Очень Седак 31 уровень И Если я правильно Понимаю Так Во-первых Он выучивает Атаку Сознание Настроит Туховную связь С врагом Копирует Перемены Параметров Врага Интересно Я думаю Запрет Мне нафиг Не нужен Он Все равно Постоянно Промахивает С этим Запретом Так Ну и Давай Пседак Ты же Готов Да А Еще не Конец Боя Ну ладно Ну Куст Чуть Это Надо Тут Диазусу Чуть Чуть Осталось До Уровня Гидронасос Промахивается Лоу Торнадо Ну Не Особо Давай Не Промахнись Вот Ну что Уровень Есть Георадус 51 Уровня И Ничего Значит Я попутал И Мы Приплыли Продраться Будешь Или че В этих В этих местах Можно встретить Сильных Тренеров И Водяных Покемонов Говорят Здесь Тренируется Сама Мистия Так Так Сейчас Не могу найти Где В общем Не Включается Почему То Что Здесь Можно Поймать Ну Ладно Ну Краби 20% Наверное А Ледяные Острова Вот Так А что За пещера Стоп А что За пещера Там Непонятно Ладно Вот Этой Надо Вот Нужно Обязательно Сходить Чтобы Подраться Жесть В общем Не знаю В пещеру Эту Наверное Не пойду Уже А Ну Нету Пакет Центра Нету Да Ладно Скажу Пещеру Наверное Да Какой Ультразвук Молтреса Стоп А Молтрес Это Кто Молтрес Это Кто Что Что-то Знакомое Молтрес Молтрес Стоп А Вижу Молтрес А Так это же Этот Легендарный Артикуна Но это тоже Этот Легендарный Да Интересно Да 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 Так Ледяной Луч Кстати Спасибо за Предупреждение Я Засейвюсь Молтрес Потому что Применит Его И В итоге Чтобы Все Три Так Сделать Пусть Это Слегка Читерно Но Просто Как бы Ну а Другим Способом Никак Троих Не поймать Я так Понял Так что Как бы Лучше Посмотреть На них Чем Просто Тупо Забить Из-за Того Что Как бы Это В общем Поймаю А Вот В этой Пещере Знаете Да О Это Интересно Таким Образом Я Сохраняю Игру Так Сейчас Сохраняю Секунду Даже На Ультрабол Один Процент Ну это Жесть Так Зубат К сожалению У меня нет Информации Кого Здесь Можно Еще Поймать Пока Буду Убегать Прокачаться Я Еще Успею Анти Анти Лед О Глобот Пока Буду Убегать Прокачаюсь Потом Просто Уже Времени Не так Много Осталось До конца Стрима Так А для чего Сдвигать Камень У меня нет С собой А Вон туда Кинуть Можно Не Ладно Это Большая Пещера Я Тогда Не буду Сейчас Проходить Пройду На Следующем Стриме Между Стримами Наверное Покачаюсь А Единственное Да Ладно Пока Что Тогда Так Сделаю Сейчас Ой Стоп Там Еще Внизу Есть Вход Или Чего А Нет Там Наверное Выход Сейчас Вернусь В Покет Центр Возьму Шелдера И Эволюционирую Его В Кого-то Там Забыл Как Звать В общем Какого-то Крутого Покемона Которым Я Никогда Не буду Пользоваться Так А тут Мне такое Ощущение Что Еще Один Путь А Нет Довольно Редко Тут Попадаются Покемоны В В Водя Когда Следующий Стрим Ну Пока Не Знаю Наверное Воскресенье Но Пока не уверен К тому же Не факт Что следующий Стрим Будет По Покемонам Возможно Тоху Да Второй Тоху Сегодня Прошел С утра И берем Шелдер Так Стоп Нет Сумка Где у нас Камень Какой камень Нужен Нужен А Ну Водный Логично Логично Что Водный Камень Ну 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 Три Революции И И Хитман Чан И Хитман Топ А Суси Хитман Ли И Хитман Чан У меня Есть Шелдер Революционирует И По сути Никаких Читов Ну Как бы Формально Ж Я Просто Обменялся С Другим Игроком Ну Подумаешь Клойстер Еще раз Зачитаю Что за Клойстер Где он У нас Есть Шелдер Клойстер Шелдер Вот он Клойстер Клойстер Створчатый Покемон Его Раковина Невероятно Прочна Ее Не Разрушить Даже Бомбой Раковина Открывается Когда Клойстер Атакует Вот Такой Вот Клойстер В общем Много Еще Покемонов Неоткрытых Есть Возможно Что я На одном Из стримов Прокачек Запущу Ливгрин Ну Покемон Ливгрин И Там Некоторых Покемонов Типа Беллспраута Поймаю И Ну В общем Перекину Их Сюда Так 92 У меня Уже Поймана Из 148 Но На самом деле Их тут не 148 А еще Больше Вот На этом Так Да Хотел сказать Завершаю Ну ладно Сейчас посмотрю Это вообще Так Какой Ливел Общедак По моему 31 Ливел Да 31 То есть Ему Осталось По сути Два уровня Так И Сохранился Так Назовем Это Сохранение 14 Марта Все Значит Как обычно Если вопросы Замечания Предложения Жалобы Есть Можно писать В чат Пару минут Я в чате Сижу После Стрима А На этом Всем пока Увидимся На следующем Стриме Стрима 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 Стрима